Всем привет, друзья! Доброе утро! Сейчас иду встречать девушку Любу. Она замужем за индийцем, она вам расскажет очень много чего интересного про роды в Индии. Вот мы сегодня с ней видимся первый раз, и она пообещала, что будет в Дели, так как она ко мне зайдет в гости. В общем, я подготовилась, купила все к чаю и сейчас вышла их встретить. Приехала семья. Сейчас мы пойдем к нам домой. Пообщаемся. Ремнем ставится на заднее сиденье головой вперед. То есть она вот так вот ставится на сиденье. И здесь вот ремень, который вот сбоку прокидывается, вот он вот так вот проходит. Здесь пристегивается, и вот тут вот проходят вот эти цепляры. То есть так, тот, который ниже вот тут пристегивает, и вот эту часть пристегивает, а который через плечо вот здесь вот, здесь вот щелкиваешь. Ага. И вот на кнопочки нажимаешь, и вот опустил, ребенка положил, поднял, для безопасности. Чем удобно? Если она ушла, ее отстегнула и с собой взяла. В кафе взяла. Вот, да, вот это вот. Куда угодно. В больнице спать может. И она не тяжелая. Да, да, да. Относительно не тяжелая. Мамушке в грамм четыре. Да. И она у меня сразу с рождения в ней, потому что там на прививке ездить еще куда-то. опасно. Вот мы сейчас буквально ехали, и перед нами девушка на скутере резко затормозила. О, бывает. И мы затормозили. У нас все вещи, которые сзади лежали, все вперед попадало. А у нас ребенок в грязь, и нам не страшно. Ну, да, да, бывает. И с коляской тоже не везде про будешь ездить. Вот это удобно взял в руки там и сходил этот. Ну, ничего, хорошо. Да, спасибо. Вот это удобная штука. Так, да. Я не помню, положила ли она в бутылочке. Ты-ка смотри, и все. Можем, да. Это конкретно... Ага. Что-то я думаю, что у меня будет девочка. Мне недавно сказали. А ты по животу не понимаешь? У меня он вообще вот так высокий торчком был. Ага. А у меня какой-то как островатый. Вот как... Я не знаю. Это сюрприз. Не важно, кто. Ну... Не, мне не важно. А я мальчика хотела всегда. А у меня девочки мишки были. У меня даже и не было такого. Вот это сюрприз. Примешать здесь как бы больше на мальчика. Ага. Ой, спасибо большое. Мальчик может и розовое носить. Конечно. В Индии, да. В Индии, да. Просто мне какие-то костюмчики. Я сама его покупала голубого цвета. Ну, тогда... Ну, как нейтральное такое. И для мальчика. Да. Платье голубое. Да. Да? Киса. Она страшная. Да. Она страшная. Она страшная. Она страшная. Той, ведь из малыньки. Она очень красивая. И может быть, переложите вам сумочку отдать эту? Да. Я бы ее взяла. Хорошо. Сейчас я туда переложу. Смотри, это вот платье до беременных. Его прям до девятого месяца носила. Ага. Этот клопок натуральный. Его только погладить надо. Причем здесь вот это вот растаялишь резинку. Ты можешь себе талю регулировать, как хочешь. Рукав летучая мышь. То есть оно практически безразмерное. Единственное, что это на мой рот. Ну, может быть, сделаешь... Ну, в принципе, я их все там... Я не знаю. Да, не-не. Хорошее, да. И оно будет не жаркое такое, да? Как раз хорошее. Потому что на меня вообще не было одежды. Все вещи, блин. Потому что я покупаю все маленькое. Все какое-то вот такое. Единственное, что его сразу как постираешь, оно выглядит не очень. Потому что его надо утешком вот это все пригладить. Угу. Оно вообще вот такое. То есть оно... Я носила с белыми носилами. Угу. И оно вот благодаря тому, что оно в полусолнце, плюс еще тут две складки, до девятого месяца. Да. Ага. И после выписки. Вот здесь поясочком стянешь, и... Да. Здесь, талии... Конечно, он такой... Так вот одеваю. Вот эта штука полезная. Вот такой... На плечо... Просто... Можешь носить и футбол, что угодно. Но это тоже, наверное, на идеанское время. Я не пользуюсь. И вот... Это если прохлад... А, это уже когда ребенок. Ребенок кормить. То есть... А, в смысле, когда кормить. Уже. В любом месте прикрылась и там... Удобная. Удобная, да, штучка. Да. Это ей даже не воспользоваться. Ага. Здесь пороешься сама. Все разбери. Да. Хорошо. Сумочка сюда. Я старалась примерно по размеру, что тебе пригодится. Куча-куча. 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 Ой, спасибо огромное. Боже, мне такая помощь. Это просто... Вообще, вот, если там... В основном... Какие-то вещи я в мире покупала прямо вообще большие, но ими еще пользуются. А те, что я маленькие сложила. Вот какие-то вещи вообще малюсенькие. Я ни разу не воспользовалась, потому что размер не подошел. Так. А могут быть маленькие, да? Если крупный ребенок, могут сразу быть маленькие какие-то. Ну, она сразу быстро, да. То есть вот это на маленькие. Ой, какая милота. Боже мой. Это новое я вообще не использовала. Это можно просто... Так все, я обязана девочку родить. Можно и мальчика заебинать. Ну да, типа мишка. А какие-то вещи как бы. Ну, здесь посмотришь. Вот это поменьше одежда, а вот это побольше. Угу. Боже. Если где-то пятнышко, можешь с Ваней что-нибудь. Такое. Да, тут такое. Да. Спасибо. Короче, Ваня все расскажу. Супер. Да, я это все еще в Ютубе тоже рассмотрю. Тоже все сниму. Спасибо огромное. Боже мой. Ну вот просто я тебе писала. Резиночка вот, не резиночка, простылка ненамокаемая. Зеленая вот эта, да? И только зеленая. Зеленая. Она бывает зеленая, розовая, какая угодно, она амазоник продает. Ага. По бутылке. А мне, по-моему, такую уже кто-то вот с посылки там мне, по-моему, еще тоже, по-моему, кто-то передал такую. Вот две штуки вообще хватает за глаза. Одна у меня есть? Да. Попакала случайно, ну, там подгузник меняла, испачкала. Можешь другую взять. А ванночку вот вы покупали для малышки? Ванночку, где ее купать? Ванночку, смотри. Да, я купила. Я тебе скину. Такая ванна, хорошо. Ага. Можешь использовать до двух-трех лет. Потому что здесь стремные ванны продают. Маленькие. Ноль плюс до трех. Вот мне такие свекры подогнали. Я тебе ее не стала ложить, потому что она бесполезна. И тебе все равно потом придется другую покупать. Ага. Я тебе ссылку кину. Нормальную ванну стоит где-то полторы тысячи рублей. А вообще, знаешь, что бы я тебе советовала? Я сама с таким столкнулась. Дарят люди, хотят сделать подарок, когда ребенок родился. Дарят бесполезные вещи. Напиши листик, что тебе надо, и опубликуй. Если вы хотите сделать мне подарок, вот выберите этого листа, пожалуйста. Ну да, конкретно это уже надо. Да. И потом, я не знаю. Томас уже присылал место себе. А вновляй. Гнать. Вдруг аллергия будет. Не-не-не. Я думаю, не будет. Но я ж потом все перестираю. Я ж потом все это... А я его как бы сильно стираю небес. Просто застелите. Да. И коляска тоже застелена обычно. Сейчас тысячи лежат. Мне советуют еще на Гоа. У меня там могут присоставить апартаменты. У меня мама сейчас там работает. И мне вот это только на билет. А в принципе и все. Я там могу жить как бы бесплатно. И мне там советуют. Говорят, роды дешевле. На Гоа. Не-не. Дешевле. Ну, допустим, у нас если пятьдесят тысяч, ну там может за двадцать можно. Но это на естественный диетра? Естественно, я думаю. Ну, операция дороже всегда. У меня операция тридцать была. А всего мы заплатили. Я сначала думала шестьдесят пять. А сейчас может быть семьдесят пять. Может он прививки посчитал. Ага. How much did we pay general? Sixty-five or seventy-five? Семьдесят. You told me before. А? Семьдесят. Why you told me about sixty-five? Ну, короче, я неправильно услышала. Семьдесят пять. Из них тридцать было операция, а все остальное это другое. У меня там много вот этих всяких прививок. За палату отдельно платишь. Ну, врачу отдельно. Ну, смотри, тридцать еще операция врачу и услуги больницы, что теперь саму кесарево сделаешь. Если будет естественно, это какой-то отдельный прайс, кто роды принимал. Потом ты отдельно платишь за палату. В палату могут включаться услуги медсестры, там, санитаров, что-то того. Ну да. Потом все лекарства часто, нам все лекарства, вплоть до торчаток отдельно посчитали и прайс выставили. Потом ребенка проверяет педиатр, приходит там официалист, другие врачи тебя осматривают. Это тоже все отдельный прайс. И в итоге тридцать с самооперацией. И еще плюс. Три дня мы были в госпитале, три или четыре посчитали. В палату у нас было около четырех тысяч. Четырех тысяч. Ну, даже вот шестнадцать. Сорок шесть. А мы заплатили семь. Тридцать тысяч улетело на других врачей, которые ходили на меня смотреть. Хорошо. Потому что мы спросили этот ваказ в госпитале. В пятьдесят тысяч это все входит? Прям все-все-все? Да, все. Про лекарства узнаем. Ну, сомневаюсь. Ну, я не знаю, мне что-то не очень довольна этим доктором. Ну, не врачайте сомневаться. Сегодня я пойду уже к ней, как бы, уже договорились, все, она мне назначила. Вот. А так, не знаю, буду ли я уезжать. Нет, тут по-разному. Вот мне советовали, сколько в группах спрашивала. Тута хорошая, тута. В Аполло хоспитале тоже мне советовали. Там сто тридцать тысяч роды. Я такая, спасибо. Не для нас. Может быть, семь дней. Здесь как повезет. Если никаких осложнений через три дня. Я надеюсь. У меня это отрицательный резус-фактор крови. Я... В ту-то неделю лежит, там, больше платит. У меня у девочек знакома тоже Саша рожала. У них то ли сто двадцать три, а вот там... Ура! 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 взяли Это... Это за девочкой дешевле, да, получается? Девочку дешевле. Воу! А, ну да, они ж, типа, любят. Потому что мальчик, это их пенсионное обеспечение. А девочка уходит в вусину. Ужас. Я не знала такого. У Меня Диди, да, вот это вот стучат в ладоши, да? Приходят. Вот они как-то обращаются. Диди. Диди – это сестра. Ну, да, да. Бабе, да. Короче, дедит, это старшая сестра уважительная. Бабе, это... Сестра, жена брата. Да, старшая брата. Да, да, да. Ой, я их, блин, в рикшах боюсь, когда они подходят. Я такая... Короче, синдур. Ну, понятно. Синдур, бинди, намулись глаза и сойдёшься индиам. Линзы чёрные можно надеть, и, в принципе, чё... Как панджабка, да, воду, типа. Ну, что, ребят, Люба уже со своей семьёй поехала домой. Мы немножко пообщались. Очень приятная семья. И я готова показать и сама посмотреть, что они мне передали для моего будущего малыша. Вот такая розовая, вы её уже видели. Очень классная, не знаю, туничка, что это. Накидочка такая тёплая. Очень классная на девочку. Красивая. Далее такая кофточка серая. Такая маленькая, что так пахнет. Ой, вот тоже. Шикарный гольфик. Светыок. Правильно говорится. Такая рубаха. Тоже тёплая. Для девочки и для мальчика подойдёт. Такая вязаная тёплая штучка. Штанишки. Такой комбезик. Полосатый. Класс. Спасибо. Ой, эти классные штанички. Я люблю такую новогоднюю вот эту тематику. Красная с белым. Красиво тоже смотрится. И вот эта к нему, наверное, кофточка идёт. Или не к нему. Не знаю. Да, наверное, к нему. Вот эти костюмы, которые совместные там идёт. И кофта, и штаны. В общем, мне тоже очень нравится. Так. Это вот, кстати, под вот это. Тоже идёт. Такой комплект. Мусочки мягенькие, тёпленькие. Так, дальше. Такая кофточка. I love that. Я люблю папу. Такая мягушка. У меня реально надо будет для ребёнка уже покупать отдельный огромный шкаф. Не комод, а отдельный шкаф. Только для детских вещей. Ой, такая маечка. Боже мой. Красота вы все. Как раз жарко. Такая маечка тоже. Такая беленькая кофточка. И ещё одна. Тоже вот такая. Такая голубенькая кофточка. Ребята, это только один пакет. Я сейчас смотрю. Такая. Ой, какая шапочка, боже. Это вообще милота. Просто. Я постараю, как это будет смотреться. Обалденно. Какие-то мишки вязаные. Тёплые тоже. Для дома и на улице нужно. Маечка ещё одна. По погоду и той, что была. Тёплый. Вот этот очень тёплый, хороший. Вообще хорошее качество свитер. Такой свитерок. Здесь в Индии, я уже говорила, можно одевать как хочешь. Ребёнка. Хочешь розовый одеть мальчика. Ну, конечно, не буду прям сильно из него девочку делать, если мальчик у него будет. Но там, если какой-то элемент будет розовый или в камнях, здесь это нормально. Ой, какая суперовая красота. Вообще, шикарно просто. Я сама любитель таких шапочек, кто знает меня ещё до Индии. В Украине я носила вот такие вот всякие мишки, ушки. Я люблю такое всё. Эпатажное, красивое. Комбезик. Вот, наверное, уже прям на взрослого. Молыша. Ммм, так. Вот ещё один такой. Боже, это уже куда навырос. Такая кофточка. Ой, вот это прикольно. Друзья, продолжу распаковку в следующем видео. Спасибо всем большое за просмотр. Всех люблю.